Март в плане погоды не самый лучший месяц, чтобы приехать в Одессу, даже если как я, на стажировку. Я родился и вырос в другом припортовом городе Баку, и не знать о влиянии моря на климат попросту не мог. Погода не единственный параллель, который я буду проводить во время этого сюжета. Именно глазами бакинца я смотрю на Одессу, город-герой, с ветхим транспортом, с вызывающим улыбку своеобразным говором местных, местами разбитыми дорогами, контрастирующими иногда с современными зданиями. А так как Одесса – это часть Украины, то в современном облике города, разумеется, прослеживаются черты, присущие современной независимой Украине, постреволюционной Украине последних двух лет. Только я прилетел в Киев, обратил внимание на людей в военной форме. Я подумал, возможно, они имеют отношение к военному конфликту, а возможно и нет. Одесса отличалась от Киева. Здесь, в отличие от столицы, мне не довелось видеть молодых ребят, которые продают ленты ради выручения средств на помощь пострадавшим от войны. Это их слова. Признаюсь, как журналист, да и просто человек, чья страна четверть века назад уже столкнулась с сепаратизмом, я прекрасно понимаю, что такое война. Все, что с ней связано, как минимум неприятно. Для Украины в целом и для Одессы, пережившей 2 мая, тема войны очень болезненна. Те, кто непосредственно участвовал, как ее здесь называют, революцией достоинства, уверены, именно тогда, на Майдане, а в Одессе 2 мая, родилось гражданское общество. Виталий признает, что люди устали от войны, но считают своим долгом прямо или косвенно помогать правому делу. Хотя соглашается, что немало тех, кто готов и злоупотреблять этим. Есть сейчас такие эфиристы, которые называются, что они собирают помощь для фронта или для переселенцев, еще для чего-то. Потом деньги себе перекормят, мало мы с такими боремся, вылавливаем их. Если мы видим, когда кто-то собирает на улице деньги, мы обязательно подходим и спрашиваем, покажите свое удостоверение, разрешение на это, с какими батальонами вы конкретно работаете. Мы распространяем информацию о них в социальных сетях сразу же и в милицию, заявляем в милицию, вызываем в милицию и фотографии этих людей, название организации выставляем в соцсетях. Конфликт должен разрешиться как можно скорее, иначе азербайджанский сценарий неизбежен. С каждым пройденным годом люди будут привыкать к ежедневным новостным сводкам с фронта, кто сколько раз нарушил прекращение огня, сколько ранено солдат и сколько противников. А на праздник с экранов не будут сходить официальные, набившие оскомину лица с поздравлениями. Что-то вроде, дай бог встретить следующий новый год на оккупированных землях, и что беженцы, вынужденные переселенцы, вернулись на свои земли, и так далее, и тому подобное. Переселенцы это наиболее уязвимая часть общества, скажут вам политологи. И Украине придется привыкать к этим реалиям. По данным ООН, после начала боевых действий в Украине, в стране насчитывается почти 1 миллион 800 тысяч беженцев и внутренне перемещенных лиц. Причем внутренне перемещенные лица составляют львиную долю этого количества людей, более 1 миллиона человек. Среди них наиболее уязвимые категории это 140 тысяч детей, почти полмиллиона престарелых и людей с ограниченными возможностями. Да, эти люди могут вставать на учет без прописки. Официальные власти заявляют только, что пенсию могут получить только те, кто зарегистрирован и проживает на подконтрольных официальному Киеву территориях. Наконец, города и регионы, куда подались эти люди, власти этих городов, выделяют по возможности им жилье. Вот в Одессе одним из таких мест, временных представителей этих людей, является санаторий Куяльник. Санаторный комплекс расположен 13 километров к северу от центра Одессы. До побережья Черного моря рукой подать, всего 3 километра. Вид из окна открывается прекрасный. Именно из-за здешних красот она не хочет уходить в дом престарелых. Ей 62 года, зовут Любовь Атоева. Переселилась сюда полгода назад. Она прожила всю жизнь в Шахтерске, на Донбассе. Этот город расположен на международной трассе, ведущей в Россию. Еще задолго до войны потеряла мужа. К сожалению, история обыкновенная для шахтерской семьи. В своем родном городе она получила травму позвоночника и седалищного нерва. Что может быть хуже, думала Любовь? Может. После эвакуации из родного города, женщина окончательно пересела в инвалидную коляску. Оставшиеся шахтерские жители, таких как она, переселенцев оценивают категорично. Многие звонят и говорят, ты где? Ты куда пропала? И когда я говорю, что я в Одессе, мне говорят, это же Украина, ты нас предала. Я говорю, каким образом? Разве мы изначально не было союз, не было все это? Вообще-то меня шокирует это деление людей на категории. Более чем шокирует. Этого нельзя делать, потому что в любом случае объединились или разъединились города. Это всего лишь города. А вот интересно. Остаются люди. А как же отношения одесситов к переселенцам, спрашиваю я? Мой собеседник признается, одесситы отнестись к ним понимающие. Помогали в первое время кто чем может. А вот первая группа вынужденных переселенцев отнеслась к следующим потокам крайне ревниво. Проводя параллель с первыми годами нашего конфликта, понимают, такого отношения между вынужденными переселенцами не было. Зато недовольство возникало в другой плоскости. Беженцы и временно переселенные лица в Азербайджане в начале Нагорно-Карабахского конфликта жили в далеких от человеческих условиях. В вагонах люди проводили и холодные зимы, и летние месяцы в лучшем случае с комарами. Потом им разрешили занимать пустовавшие в городах квартиры. И все к этому отнеслись с пониманием. Шли годы. Чем лучше становилась жизнь в стране, тем лучше становились и их условия. В недавнем прошлом для этих лиц начали сдаваться в эксплуатацию жилые поселки, причем как в пригородах столицы, так и в других городах страны. Ну а что же заняты ранее ими квартиры? Эти квартиры переселенцы сдавали местным же в аренду. А когда приходили настоящие хозяева квартир, то завязывались настоящие потасовки. Одно с уверенностью могу сказать. Глядя на развитие военного конфликта у себя на родине, делаешь вывод. Чем дольше затягивается война на востоке, тем неприятен у людей по обе стороны фронта будет увеличиваться. И с каждым следующим поколением только укрепиться. А потом никто и не вспомнит, с чего все начиналось. Прям как у нас. Но вернемся к Одессе. Тема Майдана и войны очень болезненна здесь. Я согласен. Информировать общество о том, что такое война и революция достоинства – это правое дело. Так же, как и правое дело создавать благотворительные фонды и помогать бойцам, участвующим в войне. Организовывать места их реабилитации. Хотя и объем помощи фронту с каждым месяцем идет на убыль. В прошлом году он составлял полмиллиона гривен. Как признают волонтеры, в основном помогают люди среднего достатка и возраста. А как же молодежь? За время своего путешествия по Одессе я видел много молодых в военной форме. Так, по мне, здесь этому тренду следует чересчур активно. Тренд ношения военной формы, он появился со времен Майдана, со времен тамошних организаций, которые сейчас развились по всей Украине. И он как бы остался. То есть, по моему глубокому убеждению, эта форма не обязательно. И элементы формы, те или иные, милитарий стиль, скажем так, это приемлемо. Но конкретно форма, это я не считаю обязательно. Это, конечно, относится не ко всей молодежи, а детстве. Чтобы пообщаться с молодыми людьми, мне посоветовали пойти в хаб. На греческую одень. Признаюсь, хоть англоязычное значение слова хаб понял не сразу, когда-то сказал это место и был приятно удивлен. Впечатлил пример программного директора, 32-летнего Александра Славского. Скажу честно, в Азербайджане крайне редко встречается, чтобы молодой специалист работал в прокуратуре и вдруг решил бросить это дело. Теперь Александр проводит занятия, курсы и конференции для общественных активистов, совмещая социальную ответственность и зарабатывание денег. Хаб – это центр поддержки общественных инициатив в Одессе. Он единственный в Украине и один из трех на постсоветском пространстве. Ныне включает более 60 резидентов и множество гостей, среди которых немало официальных лиц. Основная роль хаба – быть связующим звеном между активистами, чиновниками, политиками, бизнесменами и обществом, где рождаются новые идеи. Человек, который хочет сделать что-то хорошее, социально важное, полезное, он приходит и получает поддержку всей среды. То есть он чувствует, что он не одинок, что он может делать больше, что вокруг такие единомышленники, которые хотят делать много всего. Приходя сюда, ты не можешь не почувствовать, что здесь что-то меняется, что-то развивается. Ты не можешь здесь сидеть и думать, а я не буду ничего делать, я буду пить кофе и смотреть в окно. Нет, у тебя возникает такое ощущение, желание пойти и что-то сделать больше для общества, для города, для страны и так далее. Вот это такая основная часть. Признаюсь, я побывал в хабе полдня и пожалел, что у меня в городе нет такого места, где собираются талантливые ребята. Единственное место, где у нас встречается молодежь, в основном парни – это либо чайхана, либо футбольные детализаторы. По моему глубокому убеждению, подобного рода проекты при ничтоженной финансовой поддержке дают ростки новых видов предпринимательства и открывают новые рабочие места. А как может обеспечить гражданин свое благополучие при низких зарплатах? Конечно, организовав свой бизнес. Тем более, одесские городские власти обещали уменьшить давление на малый и средний бизнес. Но обещаниями и у нас в Азербайджане сыты. После постучавшегося в двери кризиса, наши власти чуть ли не золотые горы для малого предпринимателя обещали. И пока обещают. А что в Одессе? За время путешествия я не встретил ни одного мелкого и среднего бизнесмена, который бы критиковал местную власть. А те, кто был не в восторге, ждали решения по своим делам в судах. И говорить об этом не хотели. Александр Бергер рассказывает, всю свою сознательную жизнь занимался ресторанным бизнесом. А это, на секундочку, более 40 лет. Говорит, по всей стране у него более десятка ресторанов, хотя ресторанный бизнес – один из самых рискованных. Сейчас ресторатору намного легче открыть свой бизнес. Раньше нужно было заполнить кучу бумаг, получить разрешение от разных инстанций. В Одессе сейчас открылось и открывается огромное количество ресторанов. Сейчас открыт специальный центр у нас в Одессе, где вы можете зарегистрировать свой бизнес за один день. Что очень здорово. Зарегистрировать себя как частный предприниматель, а большинство рестораторов регистрируется именно как частный предприниматель. Физично особо проявить по-украински. Вы можете очень легко в течение одного дня сделать это либо в нотариусе, либо специально открытом для этого центра. Я считаю, что можно было бы упростить очень многие регламентирующие документы. Сейчас регламентируется все, вплоть до того, сколько ты имеешь право потреблять электроэнергии, или сколько ты имеешь право потреблять воды. Я считаю, это просто смешно. Во всем мире ты покупаешь воду и электроэнергию, и ты за нее платишь. Сколько ты использовал, сколько ты заплатил. У нас на все это еще до сих пор есть лимиты. Несомненно, от этого нужно уходить. Заметил, многие рестораны и кафе расположены в небольших помещениях и в разных районах города. А это говорит о том, что предпринимателю легко найти место, и оно относительно недорого стоит. Если провести параллель с моим родным городом, высокая плата за аренду помещения – одна из главных причин, по которой дело не идет в гору. Кто-то открывает кафе и рестораны, кто-то увлекается торговлей, а кто-то обеспечивает покупателей всем необходимым. А если это происходит в портовом городе, как Одесса, то контрабанды не избежать. Если в народе шутку говорят, что вся контрабанда делается на Малой Арнаусской, то реализация ее полным ходом идет на рынке привоз или на седьмом километре. Конечно, власти и городские, и областные дают поручения о том, что нужно искоренить контрабанду, но на практике мы видим совсем другое. Вот я, например, побывал полчаса всего на рынке привоз, и мне уже несколько раз из-под полы предлагали сигареты, в качестве которых, как я, человек, бывший курильщик, честно говоря, сомневаюсь. А меняли, свободно принимали иностранную валюту. Но, если немного иронизировать, признаюсь, дело иронизирует это очень качественно на высоком уровне. Даже вот визитку к Даре, где на одной стороне написано имя и мобильный телефон, человек, который все может достать, хотя, наверное, имя не настоящее, а на другой – карасноязычевая фраза. Есть все, чего нет, найдем. Последняя крупная партия контрабанды была перехвачена в начале этого месяца. Причем поток в основном идет Европу, что-то остается и в самой Одессе. Контрабанда играла, как показывают официальные цифры, немаловажную роль в жизни Одессы. Неудивительно, что одесситы даже музей контрабанды открыли. Меня это не могло не привлечь, и за небольшую плату я слушаю экскурсию. В принципе, золото, оружие, спиртное и сигареты, запасные колеса, валюты, наркотики. А в дверях привезут, в принципе, все, что туда влезет по умолчанию. Последним громким делом было задержание автомобиля «Лексус» в 30 километрах от Одессы при попытке выезда в Молдавию. В задней левой двери автомобиля обнаружили 1 миллион 820 тысяч вечно зеленых долларов. Бурный расцвет контрабанды в Одессе приходился на начало Первой и конец Второй мировых войн. В постсоветское время заниженный курс национальной валюты привлекал контрабандистов, как мед, мух. Контрабанды в большом количестве был обусловлен тем, что молодое украинское государство не было готово к самостоятельному определению таможенных тарифов и организации системы таможенного контроля. В то же время колоссальный товарный голод, который был на территории Украины в начале 90-х годов, обусловил колоссальный спрос на эти товары. Александр Отдельнов скоро вот уже третий год руководит этим музей. Говорит, однозначного ответа, как побороть контрабанду не только в Одессе, а в общем нет. Золото, оружие, наркотики, сигареты составляют 80% всей контрабанды мира. И сигареты в этом списке опередили наркотики. Высокие акцизные сборы превратили контрабанду сигарет в выгодное предприятие. Если в Германии пачка сигарет стоит 5-7 евро, в Польше 3-4 доллара, в Великобритании даже 12 евро, то интерес понятен. Александр уверен, что разбалансирована система таможенных тарифов. Когда грань между товаром, который можно ввести без пошлины или с минимальной пошлины, грань, которая отделяет его от товара, на который нужно платить большую пошлину, она очень зыбкая. И очень трудно определить, как растамаживать этот товар. И еще один фактор – это, безусловно, коррупционная составляющая. До тех пор, пока зарплата таможенного инспектора будет составлять 2,5-3,5 тысячи гривен в месяц, ну, говорить о том, что люди могут выжить на эту зарплату, это нереально вообще. То есть 100 долларов – это как раз та сумма, которая потребуется этому инспектору для того, чтобы заправлять автомобиль, чтобы ездить на работу и сработать. Но сверхприбыльным может быть не только нелегальный бизнес. Есть сферы деятельности в Одессе, которые, независимо от изменившейся политической ситуации, могут дать прибыль. Речь идет в первую очередь о туризме. По статистике, только в прошлом году число отдыхающих в Одессе людей превысило 2,5 миллиона людей. Это, на секундочку, второе место в стране. Позади даже Львов, а на первом месте – столица. Как журналист, так и турист, объехавший почти 30 стран, признаюсь, что экскурсионная насыщенность и наличие моря – важные козыри в рукаве города. К тому же, одесский колорит не может не привлекать. Каких только людей разных национальностей я здесь не встретил. С Ближнего Востока, Турции, африканских государств. Пестрая национальная специфика привлекательна для иностранцев, и ее надо развивать, уверена Анна Бедравина, проработавшая более 18 лет в сфере туризма. Предложения, советы городским властям представляют часто, но, как и всегда, все упирается в финансы. Эту архитектуру нужно сохранять, нужно реставрировать. Реставрировать старую часть города все больше и больше уделять этого внимания. Это, конечно, достаточно большие капиталовложения, но не совершенно налогообложения. Это на уровне страны, это, конечно, очень тяжелый груз, который ложится на плечи мелкого и среднего предпринимателя. Что же касается, в принципе, непосредственно здесь, в городе, в нас, нельзя сказать, чтобы туристическому бизнесу настолько уж ставили палки в колеса. Это действительно правда. То есть, да и кроме того, сейчас в стране в целом существует мораторий на проверки, допустим, малого и среднего бизнеса. Кстати о размещении. Если провести параллель с тем же Баку, да и другим регионам Азербайджана, нам можно поучиться у Одессы. Я нашел в интернете хостелы, где можно остановить за 100 гривен в сутки. А гостиницы были на любой карман. В Баку же ситуация иная. Хостелов катастрофически мало, а большинство мест – это сеть дорогих и вшенебельных отелей, в которых растворяется небольшое количество двух- и трехзвездочных гостиниц. Наконец, какое же развитие туризма Одессы без соответствующего развития инфраструктуры? В ближайшем будущем, а именно 15 июня, планируется создать в эксплуатацию новый терминал в международном аэропорте Одессы. Многофункциональный новый терминал будет четырехэтажный и увеличить противоспособность воздушной гавани до 3,5-4 миллионов пассажиров в год. Власти уверены, что новая терминал также станет площадкой для успешного развития бизнеса, так как увеличатся и транспорт грузоперевозки через воздушные ворота Одессы. Помимо воздушных ворот, большими темпами реставрируются и морские. Одесский порт. Качественные изменения и новшества происходят не только снаружи. Наряду с портом Южный и бывший Ильичевск, ныне Черноморск, этот международно-транспортный узел – прекрасная инфраструктура для превращения не только города, но и всей страны в транзитную гавань. Если каких-то два года назад здесь не мог проехать ни один грузовик, не заплатив взятку, то сейчас, после законодательных изменений, ситуация кардинально изменилась. Пристав к причалу, после 15 минут можно начинать работу на судне, хотя раньше почему-то на это нужно было больше суток. Проработавший более 30 лет в портовой отрасли, а ныне координатор движения «Нет коррупции на автотранспорте» Александр Захаров признает, изменения к лучшему есть, но происходят они медленно. А что хуже, до сих пор в работе порта присутствует схемная и программная коррупция. На выезде из порта государственного, на выезде, который принадлежит государству, на эстакаде государственной, вдруг ставится шлагбаум, который принадлежит частной фирме. И эта схема прописывается в портовских документах под разными самыми интересными названиями. Они говорят, что это сухой порт, это накопительная площадка. А на самом деле это просто шлагбаум, платный шлагбаум для сбора денег за проезд в порт, в государственный порт. Платный шлагбаум может произвольно, в одностороннем порядке, менять условия договора. И цену менять. И он тебя даже не будет извещать о том, что он поменял. Потому что в условиях договора написано, что ты должен сам смотреть на его сайте, на сайте этого платного шлагбаума, когда поменялась какая цена. Ну вот, какой инвестор позволит себе работу с таким портом. Развитие Одессы и Украины в целом зависит от иностранных инвестиций. В этом уверены не только украинские эксперты, такие как Александр, но и функционеры в Европейском Союзе, самым крупноторговым партнере Украины. А для этого одной торговли в лице зеленовых и круп недостаточно, уверены Брюсселе. Чтобы быть ближе к Европе, нужны реформы. Лишь искоренив коррупцию и создав лучший бизнес-климат, иностранный бизнес потянется сюда, уверен Жослен Гетон, эксперт ЕС по экономическим вопросам. Кто будет рисковать и вкладываться в экономику страны, если в любой момент может подвергнуться рейду со стороны олигархов, быть ограбленным или натолкнуться на нечестную конкуренцию, монополизм? Если Украина хочет интеграции в Европу, она не должна думать только торговыми показателями. Нужно найти партнеров, перенять их технологии. Это вызов, это сложно. Но если есть желание быть ближе к Европе, нужно мыслить шире, в верховенстве закона, искоренении коррупции, лучшем правосудии и так далее. Мы даем Киеву списки реформ, и выделяем средства долгосрочные заемы с низким процентом. Можно наложить некое давление, но главное для нас, чтобы парламент и правительство поняли, что реформы должны проводиться не для того, чтобы получать деньги из Вашингтона и Брюсселя, а делаться для того, чтобы они были полезны для страны. То есть месседж прост. Если власти будут делать реформы не потому, что они полезны для страны, а чтобы ублажить Международный валютный фонд, то это не сработает. Еще задолго до приезда в Одессу, когда я еще не прошел отборную стажировку, в графе на вопрос, какую бы тему вы хотели бы осветить, будучи в Одессе, я отметил, что интеграция Украины в Европу в лице Одессы. И очень символично, что именно этим я и заканчиваю свой репортаж. Хотя я немножко не соглашусь с европейскими функционерами, ибо как бы власти, будь то в Одессе или во всей Украине, своими действиями и бездействиями не замедляли процесс интеграции Украины в Европу, простые одесситы и одесситки уже давно считают себя европейцами. Европейцами по образу жизни, но одесситами по духу. Субтитры создавал DimaTorzok